Всем пламенный привет! Сегодня ко мне в руки попал очень любопытный трофей, который можно было получить, выполняя задание операции лета — F7F3 TigerCat. Машина премиумная и потому желанная многими. Сегодня мы облетаем этого котенка и выясним, так ли он хорош. F7F3 — новая модификация половного истребителя, уже известного нам по регулярной линейке самолетов. Первый он полетел в марте 45-го года. От первой машины F7F3 отличался увеличенным вертикальным оперением, некоторыми переделками в конструкции самолета, ну и новыми двигателями с улучшенными высотными характеристиками. В принятии участия во Второй мировой войне TigerCat не успели, но все же смогли повоевать в Корее. Там он использовался как ночной истребитель, а также штурмовик. Правда, было это не так долго. Позвивав какое-то время по два, TigerCat столкнулись с более серьезным противником, а именно с нашими Мигами. Ну и на этом история TigerCat заканчивается. Да, и в принципе вообще поршневая авиация того времени, она практически сходит на ноль. Собственно, вот и все по истории. Теперь давайте посмотрим на наши характеристики. Что же может эта птичка? Скорость у земли 657 км в час, очень неплохо. Но правда BR60 нам как бы намекает, что там можно встретить реактивы, которые будут, ну в общем, будут вас догонять. Флаттер у земли 810 км в час, вообще неплохо. И машина, кстати говоря, не так уж сложно выводится, даже на этой скорости. Есть шансы вывезти машину, не разбившись. Нагрузка на крыло также 810 км в час, в общем-то хорошо. То есть крылья у нас достаточно прочные, выдерживают такие перегрузки. Ну и маневренность самолета хромает. Тут сразу нужно запомнить, что как и в случае с первой модификацией, лезть в маневренный бой не стоит. И сейчас мы это увидим. Вообще следует помнить, что TigerCat живет только тогда, когда у него есть либо высота, либо скорость. А лучшее то и другое шансы на выживание удувается. Также следует помнить, что машина тяжелая, и сделать абсолютно все, что вы замыслили, у вас не получится. Она будет сопротивляться этому. Быстро докрутить для противника практически нереально. Поймать его где-то на проходе тоже требует огромных усилий. Ну и конечно же нужно привыкнуть к машине, к ее повадкам. Ну и вообще придется много зажимать гашетку, потому что где-то прокликивать не так эффективно. Только противник собирается от вас выходить. Значит нужно зажимать гашетку и как лазером отпиливать ему что-нибудь. Иначе он действительно сможет уйти, увернуться и вам придется разворачиваться, уходить, набирать высоту, скорость для новой атаки. Скороподъемность у нас здесь шикарная. Машина лезет наверх. Ну что ракета? Ну единственный минус конечно же есть перегрев. На высоте 5600-5700 по-моему он проявляется. И вот конечно же вступать в бой на этом режиме не комфортно. Но в принципе стоит немножко остыть и все нормально. С другой стороны если мы не лезем в заварушки, а работаем на проходах и бунцуем, то там о перегреве-то и речи нету. Самолет всегда остывает, самолетом всегда все хорошо. Ну и про крен я уже так намекал, что крен не самый лучший. Да, сложно доворачивать. Еще один довод не лезть в маневренные бои. Ну и стоит сказать про закрылки. Боевые выдерживают 450 км в час. Посадочные 380 около этого. В общем-то посторожнее с ними потеряете их. Ну и вообще будет не очень хорошо. Ну по крайней мере садиться придется на повышенной скорости. А если это дело сажать еще и на авианосец, то в общем-то могут возникнуть некоторые проблемы. Хотя в принципе даже без закрылок машина садится нормально на авианосец без каких-то затруднений. Ну и посмотрим на наше вооружение. Все-таки машина очень грозная в этом плане. 4 20-мм пушки с боекомплектом 800 снарядов. Располагаются в корне крыла. Стрелять можно много и хорошо. Ну и, как я уже говорил, зажимать гашетку не стесняйтесь. От этого только польза будет. Помимо пушек есть и пулеметы. 4 браунинга 12.7 с боекомплектом 1600 патронов. Все это дело располагается в носу. Ну и стрелять достаточно комфортно и точно можно. В общем-то, машина более чем грозная. Ко всему прочему, есть разнообразная ракетно-помповое вооружение, с помощью которого можно успешно аннигулировать наземку. Ну и от этого, соответственно, в совместных боях машина, в общем-то, будет не лишней. Смело можно брать ее в сетап и лететь и уничтожать танки противника. Ну и, что касается истребителей, реактивных истребителей, к которым мы иногда попадаем, это бывает очень редко. Ну, по крайней мере, у меня было, по-моему, разу два всего. И сказать, что, ну, прям невозможно жить, я бы этого не сказал. Единственное, что стоит отметить, что, в принципе, мы обладаем очень хорошей скоростью, очень хорошим инфлятором, и ранние реактивы не всегда просто успевают убежать. Если они где-то завязались, а мы, скажем, находимся в стороне и наблюдаем за происходящим, и в ответственный момент просто наносим удар, быстро пикируем, догоняем и уничтожаем. С этим самолет справляется. Ну, к сожалению, показать я вам это не могу, но любители таких кадров могут покопаться у меня на канале и найти видео по первому TigerCat, там есть такие эпизоды. Собственно, вот такой вот он самолет. В общем-то, ничего нового относительно первого TigerCat тут нету. Ну, разве что мы можем похвастать лучшим ракетно-бомбовым вооружением, ну, а все остальное нам уже достаточно известно. Машина интересна прежде всего тем, что она премиумная, ну, и позволяет фармить, фармить опыт, фармить серебро, которого лично мне в последнее время не хватает. Ну, и теперь мы посмотрим бой показательный, что же там у нас происходит, какие трудности встают перед нами, что вообще делать, как все это мы сейчас увидим. Прежде всего, нужно заклимбить немножечко в сторону, ну, по крайней мере, это дает тактическое преимущество. Вы увидите, кто идет по прямой, кто идет кого перехватывать, всю картину в целом, ну, и там уже есть возможность принять нужное решение, ну, и потом уже вязаться в драку. Собственно, здесь получилось несколько иначе, у нас много бобров, я думал, они вообще моментально все снесут, и мы выиграем, но нет, пришлось повоевать. Поработал на проходах, встречал в лобовых, не всегда люди шли в лоб, понимая, что у меня серьезное вооружение, и тут можно очень серьезно обжечься, ну, и вот тут спидбайр просто не успел уклониться, получил серьезные повреждения, ну, и пошел к низу. Вот потянуло его, ну, и, скорее всего, он не запишется. Просто лечу дальше, осматриваюсь, тут самое главное не суетиться. Если вы не обладаете скоростью резко разворачиваться и прям вот приближаться к кому-то, это, наверное, не лучшее решение. Наберите чуть высоту, развернитесь, осмотритесь, ну, и тогда уже смело вступайте в бой. Рельсы и пункт зум, ничего нового. В общем-то тактика простая, и для тех, кто только начинает летать, тут вообще все должно быть идеально. Собственно, осмотрелся, один сбитый, и я ухожу вниз. Убираю тягу, все-таки самолет очень быстро набирает скорость, и тут, в общем-то, могут возникнуть проблемы, надо поосторожнее. Атакуя самолет противника, есть попадание, ну, и в конечном счете я его уничтожаю. Просто не смог от меня отвернуть. Я пиктировал сверху практически отвесно, и как бы он не доворачивал, у меня очень большие были шансы его уничтожить. Ну, и еще один записывается мне. Дальше все, что остается делать, просто бежать за кем-нибудь. Вот беги, догоняй, убивай. Темпест, ну, ради бога, Темпест. Будем догонять его. Оказалось бы, машина быстрая, но не такая, как мы. Набираем скорость, начинаем догонять. У меня еще и высота была, и я ее сливаю. Ну, а у Темпеста ничего этого не было. Так что я достаточно быстро к нему приближаюсь. Если бы он как-то поинтереснее крутился, попытался хотя бы уйти наверх, несколько перекладывая самолет, может быть, он меня здесь и перекрутил бы, кстати говоря. Но вот этого он не сделал. Я просто поймал его на таком вот не очень качественном маневре и снес. Дальше остается теперь мне бежать под противника. Если раньше я бежал за противником, теперь вот что есть силы, поджимаясь, пытаясь куда-нибудь улепетывать. Все-таки самолет противника набирает скорость, он, видимо, был где-то в облаках, и сейчас он разменивает остатки высоты, и, как мы видим, приближается ко мне и начинает подстреливать. Ну, благо трассеры, я вижу, что как-как летят снаряды, и пока что это не так опасно, хотя волнительно достаточно. Слава богу, там его поджимает Spitfire, хотя Spitfire его в жизни не догонит. Tempest начинает уходить вверх, но, видимо, хотел развернуться для атаки, и я этим пользуюсь. Я тоже начинаю разворот, и вижу, что там закрутилась, драка началась, и нужно бы в ней поучаствовать, и вообще, хотелось бы отомстить человеку, который меня так напугал, нехило. В общем-то, остается только подойти, подловить Tempesta и дать ему прикурить. Ну, в общем, все просто, как вы сами видите, я ни в коем случае не лезу маневренные бои в первом кусочке, в первом эпизоде мы увидели, чем это заканчивается. Думаю, весьма наглядно, поэтому тут уже и вопросов относительно этого нет. Вот именно так. Убежали, развернулись, подобрались поближе, внезапно нанесли удар, попали, не попали, по тапкам и вперед. И там уже время показывать. Вот такой вот он самолет. Ну, надеюсь, вам видео понравилось. Если это так, вы знаете, что делать. А я с вами прощаюсь, чистого неба, и хорошего настроения. С вами был BlackRoss. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова